В этом году День Таллина будет отмечаться в 20-й раз. Старцу из озера Юлемиста можно сообщить, что столица продолжает строиться. Полным ходом идет, например, сооружение многоуровневой развязки Вяо. Это станет крупнейшим объектом, который будет построен в ближайшие годы в Таллине. Город начал подготовку проекта реконструкции горхолла. Ведутся переговоры с Министерством экономики и коммуникации и поиски инвесторов. Главное, что город добился согласования с Европейской комиссией. Сегодня вице-мэром Бетиной Бешкиной было объявлено о решении поддержать восстановление душевного здоровья детей и семей, в связи с чем город увеличит объем затрат на связанные с этим программы более чем на 100 тысяч евро. В общем, Таллину есть с чем подойти к своему главному празднику в это сложное время, где нашлось место и для печали, и для радости. Кстати, о радости. Мэр подчеркнул, что в этом году, учитывая предшествующую сложную эпидемиологическую обстановку, был сделан акцент на цветы. И это очень заметно во всех уголках Таллина. Как минимум один подарок мы Таллинсам хотим все-таки преподнести и украсить город в соответствии, мы надеемся, с улучшающейся обстановкой и в соответствии с теми весенними и уже скоро летними настроениями, по которым мы так соскучились. Город будет украшен цветами. В этом году это один из наших приоритетов, чтобы наполнить город красками. Цветы, конечно, радуют, но не будем забывать, что традиционно именно ко дню Таллина приводится в порядок улицы столицы. Дорожные работы идут повсеместно. К середине мая заканчивается латание самых критических мест дорожного полотна, а сами магистрали и внутриквартальные улицы очищены от грязи и мусора, скопившегося за зиму. Наверное, как раз последние пару лет мы стали уделять дополнительное внимание чистоте улиц и дорог, независимо от сезона, в том числе и в летний период. Улицы действительно моют более тщательно и в большем объеме. Но, конечно, город решает и проблемы борьбы с коронавирусом. Важно то, что именно столица взяла на себя обязанность по предоставлению помещений, охраны и обеспечению порядка в центрах вакцинации. Причем власти Таллин помогают как финансово, так и организационно. И хороший подарок ко дню Таллина тем предприятиям общепита, которые имеют уличные террасы. Стало известно, что Таллин намерен продлить абсолютно бесплатную аренду мест под террасы и веранды кафе и ресторанов. Ожидается лишь ответ из Брюсселя. Об этом мы подробнее расскажем завтра в новостях Таллина. И все же вернемся к празднику. Многие мероприятия, которые спланированы и подготовлены Таллином на этот день, будут перенесены на лето. Однако планы на пятницу, 14-е и сам праздник, 15 мая, достаточно обширны. О них можно подробнее узнать на домашней странице столицы. И, конечно, мы о них расскажем в наших выпусках новостей. Илья Бань, Андрес Лоуренд, Новости Таллина.